Валентина Бонтемп Сегодня, что мы сделаем? У меня есть не столько ресторан, здесь моспа, кафе, пинцерия, есть кто знает, кто не знает. Наша наценка фишка это пинца, которую вы пробовали попозже. И я сделаю только настоящую итальянскую кухню. Как первый салат, который сегодня мы пробовали, это чисто летняя тематика. На белое вино. И дают вот это мистер Мюллер Тунгау. Правильно, вот это салат? Нет? Нет, это салат. А, окей. А, вино спивает. Они короткие. Но все равно это салат, который пойдет по белому вино. Она очень простая. Это просто зеленое яблоко, сельдерин, потом пекан, орех. И соус это из цитрового соуса. Горчица, сок апельсина, лимон, яблоко. Она приятная. Она очищает сегодня вашу кровь, летнюю. И попозже будет немножко попозже. Пицца, окей. Это я придумал на 2014 году, когда после... После, когда была кризис, у меня был ресторан «Бонтемпи» на Красное Октябрье. И хотели открыть новый ресторан, где уменьшали немножко чек, да? Потому что кризис, народ обменяли немножко. И придумали... Обязательно должен быть продукт как пицца, окей? На итальянский ресторан. Просто я хотела сделать совсем по-другому. Поэтому я начал найти разный сорт мука в Италии. И родился вот этот продукт, который по именованию «пинза». И решили. Вот, пинза татаны. Она низкий глутен. Она очень легкий. Потому что это не только пшеница мука. Есть четыре разных вида сорт мука. Плюс завкуаска сухой, которой я постоянно готов. И вот эта завкуаска, по-моему, сейчас уже 11-13 лет. Ну, типа так. Вот. Она сейчас висит ваше вино. Но купиться это всегда перфекто всегда. Когда ты купил на белое вино особо. И мы сегодня решили сделать четыре силы. Это все силы, которые Россия производит. Поэтому продукт как мука. Все, которые я использую внутри. Масло. Я привезу из Италии. Я сам импортирую. А продукт, который мне нужно свежее. Это здесь, Россия. Я могу говорить, что сейчас это очень хорошее качество. Пассив у нас. Поэтому вы не чувствуете разницу. И надо ганачо попробовать. Это все равно продукт, который... Все, которые начали пробовать пиццу. Они пошли как наркоманы. Потому что пить другой пицца больше не кушать. Я могу гарантировать. За потенковать? Конечно, я за потенковать. Это мой сильный, мой гений. Поэтому. И на данный момент у меня есть семь заведений Москва. Один будет открыт в следующей неделе. Только. И там будет больше ресторан. Но все равно пойдет пинза. Это все ваши заведения, да? Все, которые Москва мои. И потом 23 франчизы. Ну, по всей России. Я... Четыре часа. Я бил в Омск. Я бил в Омск. Я бил в Омск. А самый дальний ваш ресторан где? Самый далеко – это Благовещенск. О, Благовещенск. Образовещенск я отправил там все мои полифабрикаты и продукты. То там нужно три недели на поезд. Самый в Омск. Поэтому... И она никакие проблемы. Ну, хорошо. Везде, где пинзерия есть, они открывают еще. Сейчас открываем вторая пинзерия Воронеж. А... Тоже третий... В Омск я не могу говорить. Ты где? А в Самаре? В Самаре нету. Я очень... Я не даю так легко франчизе, потому что когда я начинаю один ресторан, я хочу продолжать вместе с ним. И они не пойдут в комплект. Они не пойдут. Поэтому... Да. Я хочу качество и все. Поэтому... Это наша большая семья. Я сам импортирую продукт. Поэтому... Тоже на время кризиса, как сейчас, все равно мы держим. Потому что я сам импортирую и наценка. Ну, как есть, как есть. Но... Я не сделаю бизнес... А в регионы тоже вы импортируете, да? Вот где у вас франчиза? На регионы они сделят заказ. Ага. Заказ за мороз. И... А сколько людей работают в ваших ресторанах? Сейчас у меня... Да. У меня сейчас Москва. Мистер Фабрика. У меня... Не хочу ошибаться. 211, наверное. 211. Сейчас открываю ноги. Я... Мне нужен персонал. Не знаю. То есть, вы открываете новые рабочие места? Ну, я открываю новые места. И... Все равно... Уже четыре месяца я ищу персонал. Домашняя паста. Мистер Муку очень хорошая качество. Потому что... Каждый килограмм... Крупная помола. Падает 22 жилья. И... Мука... Вот эта мука... Это... Я нашел три недели назад. Россия. Она сорт итальянский. Крупная помола. они посыпали четыре года назад и сейчас уже есть наши итальянский сорт который здесь растет еще это равиоли с телятина и труфелями есть блюдо которое но держит долго а стоит на нашем меню потому что я не могу убирать но типа вот это равиоли с ягненок но они и если что я хочу менять не могу гости постоянно спросить и сегодня особо на вот это дегустационный по им бабе не окей все спасибо я думаю там еще есть но все равно его у вас еще пинца есть какой идеальный смотри кухня это есть блюдо и есть рецептура это как аптека ты всегда должен повторить пинца здесь и мука все русские так далее пока еще не нашел все которое нужно вот а масло паста есть разные виды рецепты и разные виды сорт мука потому что когда равиоли для равиоли нужно эластичный продукт окей киона поэтому всегда миксует крупная помола и обычная и стандарт мука окей вот алиолин и талиателли разные виды которые не начинки можно только крупная помола или там тоже миксует все касается а какие вида паста и стены все равно на первая книга который я сделаю здесь россия там у меня есть разные виды рецептуры по разные виды паста потому что есть тоже паста который нету яйцо там я добавили вино немножко сыр но все от вопрос можно все равно россия по сорт мука сейчас у нас уже хорошее неплохо задавал вопрос да но проблема это другое здесь а еще хитрый потому что особо когда ты объем заказа надо очень аккуратно но я использую почти каждом месяце 8 тонн мука 8 9 тонн если что я не посмотрю но которые я импортирую никакие проблемы на стандарт а здесь почему меняли упаковка упаковка меняли мы это внутри есть и внутри это другой это которое да поэтому здесь которое у нас нету пока это стандарт стабилизирует возможно тоже люди которые работают потому что у меня тоже есть которые бывают человеческие парка или окей поэтому всегда воде листочки на месте а как а а а а он пинцерия бонтемпи или валентина бонтемпи я и потом валентина кто научил вас готовить а кто скажите на камеру но мы в италии почти это все повер потому что просто культурные готовы дома большая но типа я начала готовы дома когда у меня уже 9 лет потому что мама готовы раньше потом кто остается дома и продолжает готовы поэтому я сразу знакомили плита дома а кто у вас из семьи готовит точно так же как вы как обычно это всегда мама я когда улетаю в италии я звоню мама можно китай меня готовы вот это блюдо другое блюдо но это а как зовут вашу маму и какое у нее лучшее блюдо а мама ой мама зовут лучия и она суп она очень короче готовы и она обладает курица фаршировая далина она молодец она очень особо один раз анекдот она здесь россия ну остался около мистер пять лет и и один день я приеду дома начинаю погреть и ласу это странный вкус вот это суп я смотрел вам это все кушали да ну было вкусно непонятно что там я попросили мама что ты сделаешь какие супа я не знаю я морозильник нашел вот эти и она начала сделать она суп из клуба суп это вкусно просто я не знаю что это я думаю для кукурузы ну типа и она готовила суп из клуба он у вас есть меню? в ваших ресторанах он есть меню? нет нет я не так молодец я не рискую это надо вкусить руками пожалуйста для фото они голодные они голодные для фото чуть-чуть вот так чтобы да состав какой что входит здесь ингредиенты здесь это моцарелла помодоро давай помодоро это которое я импортирую это полпа помодоро потом моцарелла из России здесь чоризо которое я куплю салами милан я здесь куплю просудок который тоже здесь и как называется как называется шейка шейка нет колбаса ну колбаса колбаса свиная краковская краковская во 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 вот теперь понятно и потом до конца один колбаса на шее